Привет, земляне! Я Юрий Сатурмин, и вы на моём канале. Мы опять в нашем супермаркете возле винограда. Сейчас будем собирать виноград и готовить виноградный сок из зелёного винограда. Нам для этого нужен именно зелёный виноград, ещё не набравший своей сладости. Вот такого типа. Вот, зелёненький. Сок из зелёного винограда можно готовить из любых сортов винограда. Это у нас лидия, но возьмём из других сортов тоже. Пришли вот к винограду винному. Он ещё совсем зелёненький, маленький, даже не набрал своей бубочки. Вот он нам тоже подойдёт. У нас мало пару кустов. И отдельно делать вино или сок мы не будем. Сок из зелёного винограда применяется в кулинарии азербайджанской кухни, французской кухни, итальянской кухни. Раньше, в средние века, соком из зелёного винограда активно пользовались. Но потом его вытеснил лимон. А мы приготовим несколько литров для себя и будем применять в своих рецептах. Так, собираем. Как раз подходит. Сейчас как раз время. Начало августа. В принципе, предельный срок для сбора винограда. Для приготовления сока из зелёного винограда. Авгура называется он в азербайджанской кухне. Что тут у нас? Вот. Вот то, что надо. Этот сорт тоже неплохой. Такой пахучий, но он не лёжкий совершенно. Вино из него получится нормальное. Но, но, опять же, мало. А вот и восторг. Он уже начинает набирать сладость. Он для авгура не подходит. Я набрал ведёрко винограда. Теперь нужно отделить ядрышки от веточек. Промыть его. Потом раздробить и отжать сок. Вот я отделил зёрнышки от веточек. Мы это тщательно промоем сейчас. Потом отожмём и поставим готовиться. Значит, нужно промыть хорошо. Отжать сок. Ну, для этого нужно раздробить ядра. Раздробить ядра. Ну, я буду раздробить, наверное, их вручную тут. Небольшое количество. Вообще можно применить дробилки, которые применяются для винограда при изготовлении вина. Можно использовать ручные соковыжималки, в принципе. Ну, что я вам рассказываю. Вы прекрасно, наверное, знаете, как можно выдавить сок. Конечно, со спелой виноградом при изготовлении вина всё делается по-другому. А здесь мы просто выдавим сок. Жмых этот уже никуда не будет непригоден. Мы его выбросим. Когда мы сок выдавим, мы его зальём в баночки, накроем тряпочкой и поставим на солнце. Он должен простоять 40 дней. Приблизительно 40 дней. Ну, в зависимости от погоды и других условий. Ну, чтобы он, как говорится, созрел. А потом разлить в бутылки и закупорить. Вот я раздробил виноградинки. Сейчас нужно будет отжать. Вот. Жмых мы выбрасываем. А сок наливаем в бутыль и ставим на 40 дней на солнце. И периодически будем сливать с осадком. Ну, вот, земляне. Мы выдавили сок из зелёного винограда. Из ведра зелёного винограда у нас получилось 3 литра сока. Мы его укрыли тряпочкой или бинтиком можно. И ставим на солнце. На солнце ставим на 40 дней. Ну, периодически нужно будет сливать с осадка. Пока он не осветлеет. А когда пройдёт 40 дней и сок осветлеет, его нужно будет разлить по бутылкам. И я покажу, как это делаем мы. Вот. Сок нужно будет разлить по бутылкам полностью до самого верха. И закупорить. Можно закупорить вот такими пробочками. Вы сможете купить их в магазине. Мы делаем это проще. Вот такую штучку я купил, когда мы путешествовали по Болгарии. Это для закрытия бутылок вот такими пробками. Наливаем до верха самого, прикрываем и запечатываем. И в таком виде оно у нас хранится. Когда пробочка открыта, сок ставится в холодильник. И вот, земляне, я показал вам, как мы готовим сок из зелёного винограда. От гора. Он используется в кулинарии. Вместо лимонного сока. К мясу. В общем, ссылка на то, как использовать сок, будет в описании под роликом. Пока-пока. До следующих видео. Заходите на мой канал, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Не забудьте поделиться этим роликом с друзьями.